Здравствуйте! Это программа «Тема недели» в студии Наталья Бабенко. В прошлом году власти Петербурга предложили застройщикам строить социальную инфраструктуру за свой счет и передавать ее в дар городу. Тогда высказывались мнения о том, что застройщики вряд ли пойдут на подобные соглашения. Спустя год первый детский сад построен и подарен Петербургу. Осенью прошлого года власти Петербурга нашли способ решить проблему нехватки социальных объектов. Застройщикам предложили дарить построенные детские сады и школы или перечислять на специальный банковский счет средства на развитие социальной инфраструктуры. Изначально застройщики приняли новую инициативу городских властей без энтузиазма. Эксперты прогнозировали повышение стоимости квадратного метра нового жилья. Кроме того, были опасения, что некоторые застройщики предпочтут соседний регион, ведь там более лояльный подход. Соцобъекты можно обменять на налоги. Прогнозы были явно преувеличены. Массового бегства застройщиков Ленобласть не случилось. А вот на стоимости квадратного метра это все же отразилось, утверждают некоторые застройщики. К сожалению, в конце концов, это отражается, потому что это наши затраты. Конечно, затраты влияют на цену, но я думаю, что все-таки, тем не менее, в общем и целом, это позитивный момент для людей, потому что они получают эту услугу, которой могут пользоваться в дальнейшем. На днях компания «Леменикианин Рус» передала городу первый детсад на набережной реки Смоленки, построенный за свой счет. Он рассчитан на 60 мест и расположен на первых этажах многоквартирного жилого дома. Это типовой детский сад, в котором соблюдены все нормативы застройки и необходимые помещения. Детский сад на Васильевском острове – это только начало. По сведениям Комитета по строительству, уже в текущем году застройщики передадут собственность города две школы и два детских сада. В планах на 2015 год – еще пять детских садов. Пополняется и специальный счет, созданный Комитетом по строительству. Так, инвесторы уже добровольно перечислили 900 миллионов рублей на строительство социалки. Например, компания «Юитт», помимо того, что сама строит в рамках многих своих проектов школы и детские сады, также перечислила порядка 250 миллионов рублей в благотворительный фонд развития социальной инфраструктуры. Достигнутое с городом соглашение, касающееся создания школы и детских садов – очень важный шаг, способствующий формированию комфортной и современной среды для жителей новых кварталов. Такого же мнения придерживается и в компании «Элеминякианин Рус». Мы считаем, что для наших жильцов очень хорошо, когда во дворе их дома расположен детский сад. Те застройщики заинтересованы в том, чтобы строить хорошо, чтобы этот объект сохранял свою ценность. И мы в этом заинтересованы, потому что это вопрос нашего имиджа. Несмотря на то, что застройщики строят социалку за свой счет, проблемы существуют. Одна из основных проблем, с которой сталкиваются застройщики при безвозмездной передаче соцобъекта в городу – это обязанность, во-первых, заплатить налог на прибыль, а также налог на добавленную стоимость, что делает передаваемые городу школы и детские сады дороже почти на 40%. Правда, эта проблема решается. Есть поручение министру финансов проработать этот вопрос и доложить. Я уверен, что правительство Российской Федерации примет правильное решение и затраты, связанные с передачей объектов социальной инфраструктуры, будут отнесены на расходы, что, безусловно, облегчит финансовую нагрузку на инвесторы. К тому же город выступил с инициативой облегчить налоговое время для крупных инвесторов. Безусловно, несмотря на все трудности, застройщики и городские власти понимают, что, пожалуй, это единственная возможность обеспечить Петербург необходимой социальной инфраструктурой в условиях ограниченного бюджета. Вы смотрели тему недели. В студии была Наталья Бабенко.